В тридесятом царстве, в тридесятом государстве сказка «Храпящая царевна». Ну, это чудо у вас уже целый год. Кто рад? Не, мол, а что вы на меня-то смотрите? Ну, а кто сказал? Гроб хрустальный на дороге лежит. Давайте подберем его домой, а? Нет, ну ладно, храпи, но этот гроб еще хрустальный резонирует. Вообще сил моих нет, мужики, может мы его обложим чем, я не знаю, как-нибудь дармитом, картоном, может потише будет, а? Нет, ну я не знаю, у меня знакомый богатырь тридцать три года на печи лежал, хоть бы звук издал. Да знаешь, издавал. Да хорош, хорош, что ты палец. Ребят, ну я все понимаю, ну выключите перфоратор. Да нет, тут никакого перфоратора, задолбали сюда всей сказкой ходить. А ты же это самое, ты же колдунья. Ну? А ты можешь расколдовать, сил больше нет, слушать ее. Не, расколдовать не могу, я не расколдунья. Колдануть могу, я колдунья. Че тут у вас? Храпит вот. А может не она храпит? Вот у меня богатырь знакомый, тридцать три года он на печи пролежал, вонял, думая сдох. Оказывается, нет. Мышь сдохла в печи. Да нет, точно она храпит. Ну, тогда ей надо отрубить голову, она же головой храпит. Голову отрубим, храпить перестанет. Это математика. Нет, слушай, так если мы ей голову то отрубим, она это, умрет. Ой, а ты со своей анатомией в математику не лезь. Ну правда что, мужики, бабы, все в куче. Да шо же, если мы голову эти оторвем, так она ж дохлой будет. Елисей на нее возьмет же ее дохлой, она живая нужна. Может так что колганешь? Не-не-не, я не возьмусь, не-не. Все, вы ведь там не так. Слушайте, елисей едет. Надо думать, как ему нашу бабу втюхать. А втюхаем, нам же втюхали. Ветер на ночь, ты гоняешь на ночь. Ты волнуешься в сине море, в суду веришь на простор. Здравствуй, желтенький торже, производство ГТР. Ты стоишь тут день и ночь, можно мне пройти здесь прочь? Здравствуй, здравствуй богатырь. Здравствуй, здравствуй, богатырь. Я ж для рифмы богатырь. На работе. О, на работе весь, в заботе весь. Елисей, да ты прекрати вот это свою штуку. У нас сказка нормальная, у нас можно в рифму не разговаривать. Да? То есть мне не обязательно разговаривать с этими явлениями природы, с разными предметами? Не-не, конечно, не обязательно. Ну, твое личное дело, конечно. Ой, ес, свобода. Давай же скорее гнем церевну, чтобы было веселей. А ты висел? Ну, это мышечная память. Давай, так-так. О, телочка. Что-то страшненькое какая-то на вас. Страшненькая. Ты как и не в сказке родился. Вон мужики богатыри по болотам ходят, жаб целуют, от нечего делать. А между прочим, рядом живет интересная колдунья. Жабы денег не берут. Так, ладно, ладно. Ну, что она вас все у вас умеет? Все умеет? Все. Все. Ну, все, целуй царевну, забирай. Ну, целуй. Не-не-не-не, по нашим царевческим законам до свадьбы целовать не некий. Слушай, слушай, так это, так, может, ты ее не в засос, а? Нет, нет, нет. Не, а может, нижнюю губу? Не-не-не. Не, ну не лисеешь, а может, ты эту губу? Нет, нет. А может, лиснешь? Да нет. Ну. Ну, тогда свадьба! Вот, ваш купец, наш товар. А, товар свежий. Ну, парень, что за звук все время там какой-то? Нормально. Не-не, ничего, нормально. Печается рова Божья, спящая царева. Чего-то я не понял. У нас что, ведьма женить будет, что ли? Мне что? Она ж крещённая. Ну, крещённая. И рабский просложение Елисей. Елисей, согласен ли ты в горе и радости, в тишине и в грабе? Ну, 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 ну. Короче, согласен, нет? Ну, да. Так. Невеста, а ты согласна? я чё-то не понял как не храпела моя храпела вы чё свадьба от меня еще не будет другая сказки все бывает друзья вот так и в жизни целую красивых а живем с умными